Прости, Божьи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. В виде фон святой истины, приятного по Небесному, обретого веру истинную, в дни Рождества поклоняемся, так и нас послание. В виде фон святой истины, приятной и вовеки веков. Аминь. Да исполнится Устанаша, в творение Твоего, Господи, я подоплываю славу Твою, я, Господом, велосипед, отречащися святым Твоим, Божественным, Беспектным, Нужным, Отворящим Тайном, соблюди нас, святые святыни, весь день поучатеся в правде Твоей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. ПЕСНЯ 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 Благословляй, благословящий тебя, Господи, освящай на тебя, уповающий я, спаси люди твои, благослови достояние твое, исполнение церкви твоя, сохраняй, святелюбящий благолепию дому твоего, ты тех воспрослави, божественной твоей силой, не остави нас, уповающих на тебя, мир мирови твоему дару и церкви твоим священникам, воинствуй всем людям твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя тебе со светов и тебе славы, благодарения поклонения воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки Бога. Аминь. Благословение Господне на вас, благословение человека, люби им всегда, на ней пресно и вовеки веков. Аминь. Благословение Господне на вас, благословение человека. Слава Богу, Сыны и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Цит senо и вовеки в throne. Святой Своей Матери, Святых Славных и Всехвальных Апостолов, Ижего Святых Отца Нашего Василия Великого, Архиепископа Кисарий Кападокийская, Преподобного Богоносного Отца Нашего Сергия, Игумена Радонежского Всероссийского Чудотворца, Преподобного Иоанна Лесвичника, Игумена Горы Синайска, Его же память ныне совершаем, Святых и Праведных Бога Отнеца, Игумена Иоанна и всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благо и человека любит. Игумена Горы Синайска, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, Сегодняшний воскресный день Именуется неделей четвертой Великого Поста. Этот день посвящен Преподобному Иоанну Лесвичнику, Замечательному подвижникому, Аскету, Известному церковному писателю. Преподобный Иоанн оставил нам свой труд, Который называется Лесвичница, Или в переводе со славянского на русский Лесница. И этот труд является своего рода Таким духовным руководством к тому, Как христианину пройти свой духовный путь, Как пройти от земной жизни к жизни небесной, И как вот возвеличиться, Возвыситься из глубины греха До вершины любви Божьей, И соединения с Богом. По сути, Иоанн Лесвичник говорит о том, Что наш духовный путь, Наша духовная жизнь, Это своего рода такая лестница, Поэтапная, По которой мы должны возрастать, По которой мы должны ступать. И получается, что с течением времени Мы должны все ближе и ближе Быть к Богу, Подниматься к Нему, Становиться выше, чище. Но при этом, если присмотреться к себе, Проанализировать себя, Мы замечаем, что, Дойдя до определенного уровня Или состояния духовной жизни, Начинается какая-то остановка, И в лучшем случае человек понимает, Что он просто топчется на месте, Что в его жизни ничего уже больше не меняется, Нет никакого духовного роста. Этот вопрос, на самом деле, Должен нас беспокоить, Потому что без духовного роста Ничего хорошего не будет. Почему так происходит? Ответ на это в следующем. Две вещи, которые влияют на то, Что мы с вами никак не растем. Это отсутствие усилия над собой В духовной жизни. Это отсутствие степенности. То есть мы впадаем в определенные крайности. Либо же мы никак себя ни к чему не понуждаем, Либо начинаем понуждать сверх меры, Устаем и бросаем все. Вот, по сути, Христианский призыв, Христианская нравственность, Она выглядит просто. И почитать творение святых отцов И того же Иоанна Лесничника, Увидим, что там простые советы, Простые назидания. Но почему-то все это в нашу жизнь не воплощается. Мы просто имеем знания, Но не живем по этим знаниям, Хотя христианство это именно жизнь, А не теория. Почему так происходит? Потому что нет никаких усилий над собой. Можно сказать, что мы в какой-то мере Вот плывем по течению церковной жизни, Такому кругу церковному. Пришло время поста, Ладно, попастимся, Пришло время праздника, Схожу на праздник, Схожу в храм. Нужно поисповедоваться, Напишу отчет о своих проделанных грехах. А вот реальной борьбы, Ежедневной борьбы с самим собой, С своими страстями, грехами, Какого-то понуждения у нас не происходит. К сожалению, на это все и влияет наша современная жизнь, Потому что вы все свидетели этого, Что жизнь современная призывает нас к комфорту. То есть человек должен жить легко, Ни к чему не стремиться, можно сказать, Просто наслаждаться жизнью, Жить в комфорте, с легкостью, без всякого труда. Под это сейчас направлены многие различные услуги. И для этого делаются различные машины, Орудия труда, Используются всяческие пособия и так далее. Примеры культ управления, Стиральная машина и так далее. Но это еще и ладно. Плохо то, что все это влияет на состояние души человека. Вот к этой расслабленности призывается вообще человек, Получил в жизни удовольствие, Ничего не делай. И смысл жизни в том, Чтобы получать удовольствие, И вообще никак не трудиться. Ты этого достоин, ты этого заслужишь и так далее. В итоге происходит такая леность, расслабленность, Которая, конечно же, связывает нашу духовную жизнь, Из-за которой нет никакого движения вперед. И вспомним слова Христа Спасителя, Который говорит, Царствие Божие нудится, силой берется, Проявляющая силу восхищает его. То есть без понуждения, Конечно, мы же не войдем в Царствие Божие. Апостол Павел, ученик Христов, Он не говорил и не проповедовал о спорте, Но при этом он говорил, что, как бы ставил нам в пример, Вот спортсменов для достижения духовной жизни. В послании корейца нам он говорит, Что вот посмотрите на бегунов на ресталище, Которые для того, чтобы получить венец временный, Увядаемый, то есть раньше такие лавровые венцы, Которыми людей награждали, почитали. Вот ради этого венца спортсмены, Эти бегуны предпринимали различные труды По отношению к себе, точно так же в какой-то степени Воздерживались от пищи разной, но трудились. И потом апостол Павел говорит, Вы христиане призваны получить венцы Царствия Божия. Почему же мы вот так вот не заботимся об этом, Не трудимся над собой, не стремимся к этому. И вторая сторона, из-за которой мы терпим неудачи в духовной жизни, Бывает так, что человек либо новоначальный, Либо мало воцерковленный, Вступая в церковную жизнь, в жизнь духовную, Пытается сразу все охватить, сразу все объять, Сразу стать лучше. Но сами понимаете, что невозможно, Как сказать, запрыгнуть на третий этаж, Не пройдя по всем ступенечкам, Нужно по каждой ступенечке потихонечку подниматься. Вот есть такое слово, Степенный человек или степенность, Которая происходит постепенно, А постепенно происходит слово по ступеням. То есть восходить нужно в духовной жизни по ступеням. Может, что бывает так, что, опять же, Человек возьмет на себя чтение телейное, Такое домашнее, Несколько акафисов в день, Псалтирь, Евангелие, Утренние, вечерние молитвы, Проходит время, И человек приходит опустошенный, Сил не хватает, И вместо радости духовной, От этого чтения, Вместо благодати Божьей, Человек испытывает раздражение, Потому что времени не хватает, А почитать надо, Это давит, А я Богу пообещал, И так далее. Вот не нужно так усердствовать, Нужно постепенность, поступенность. И очень часто мы, опять же, Стараемся все исполнить, И не видим, Что под этим всем скрывается Такое тонкое тщеславие. Вот какой я молодец, Я досконально совершаю правила, Я пощусь и так далее. Хотя пользы от этой души не будет, Потому что душа не меняется, А тщеславие в человеке живет. Поэтому нам необходимо Вот приобщаться к таким трудам, Как к труды Иоанна Лесничника, Потому что если человек приобщается К трудам святых, Он приобщается к жизни самих святых, Он, так сказать, Выходит из вот этой вот Ситуации заложника самого себя, Когда дальше своих воззрений, Дальше своего представления, мышления Больше ничего не видит, Считает, что так и нужно жить, А в результате никакого духовного роста, Духовного движения нет. Поэтому, дорогие братья и сестры, Вот в сегодняшний день, Вспоминая память преподобного Иоанна Лесничника, Будем помнить, что мы призваны с вами К соединению с Богом. Это возможно через жизнь духовную, Жизнь духовная невозможна без двух вещей, Без усилия над собой, И без постепенного восхождения к Богу. Просто вы мне представьте себе лестницу, Чтобы по этой лестнице взобраться, Что нужно? Нужно провести какое-то усилие над собой, На одну ступенечку, Это движение вверх. И в то же время по этой лестнице Мы идем постепенно по ступенечкам. Если таким образом мы будем В своей жизни духовной руководством, То тогда и вблизи нас уже откроется И Царство Божие, Жизнь духовная уже откроется совсем по-другому, Не будем мы стоять на месте, Но будем чувствовать движение, Благодать Божию и помощь Божию. Всех вас с воскресным днем, храни Господь. Еще, дорогие братья и сестры, На предстоящей седмице, Напоминаю о нашем расписании, Будет совершаться три литургии Прежде священных даров, В среду, в четверг и в пятницу. Кроме того, в среду вечером Будет служиться утрене С полным чтением канона Андрея Критского. Те, кто по каким-то причинам не смог Побывать на первой седмице, Приходите, вместе помолимся. Богослужение это называется Состояние Марии Египетской, Оно бывает один раз в году. Приходите. И в пятницу вечером Будет совершена служба в 17.00 Утренняя с чтением похвалы, Прокапевство Божией Матери. Также приглашаются все желающие. И далее, согласно расписанию, Вечером, в субботу, все ночные в день И в воскресенье две литургии. Храни Господь. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok